всем здравствуйте с вами на связи елена монотяна я приветствую вас на своем канале сегодня не удивляйтесь что вы не видите меня видите руки видите карты я прежде чем начну расклад я хочу чтобы послушали буквально пару минут то что я хочу вам сказать и чтобы прояснить ситуацию почему сегодня расклад именно в таком формате дело в том что я вообще по жизни экспериментатор те кто со мной уже давно знают что я люблю экспериментировать и пробовать разные вещи и недавно в одном комментарии я почитала предложение по поводу того что почему бы не сделать так чтобы видны и были очень красивые карты и был слышен мой голос не потому что я не красивая а просто потому что человеку захотела самостроиться с картами давайте в это состояние и слышать мой голос то есть достаточно было моего голоса и как поскольку я дала слово что я попробую такой формат пообещала значит я должна выполнить поэтому не удивляйтесь что сегодня вы будете видеть исключительно карты и слышать мой голос что требуется от вас я вас очень прошу чтобы вы после просмотра в комментариях написали подходит ли вам такой формат нравится он вам или нет если да то оставлю если нет то будем просто пробовать наверное другой ракурс чтобы виднее были и карты я не знаю посмотрим но мы экспериментируем поэтому я решила попробовать так вот хотя если честно я вам скажу свое мнение если кому будет интересно я не люблю быть вообще похожим на других я хочу быть похожи на себя и очень часто я вижу руки торологов карту кажется вы конечно же свое понимание да как должно быть должны быть расклады на канале каждого торолога какой формат вот я очень коммуникабельная мне важно смотреть в камеру поэтому вот этот формат который сейчас мы с вами будем рассматривать лично мне если вам интересно мое мнение он мне не комфортен он мне неприятен но я никогда не отказываюсь от момента просто попробовать вот такое было сегодня вступление сегодня вы посмотрите прекрасную мою новую колоду колода называется танец шамана логинова прекраснейшая красивейшая колода очень говорящая рекомендую ее начинающим торологом даже тем кто не знаком системой таро то есть все понятно по ней все известно я уже ее пробовала очень говорящая колода скажу вам один момент есть в ней карта карта бланка как я ее называю непосредственно сам танец шамана если она выпадает то я прекращаю ответ на вопрос по той позиции на который выпадет данная карта то есть это будет показателем того что колода не хочет давать больше ответов ну так для информации вам говорю итак тема сегодняшнего нашего рассказа что принесет мне в жизнь и мое развитие вместо моего жительства старое и новое я буду было выкладывать три позиции каждой позиции будет по две скажем так карты по две позиции это старое место жительства и новое место жительства наша задача рассмотреть что удаст ваше место жительства для вас лично и в вашем развитии как новое так и старое для тех кто готов к переездам здесь все понятно мы приступаем сейчас как-то сяду поудобнее потому что некомфортно ко мне но вот всегда новизна навсегда не комфортно так надо еще сообразить как бы сделать так чтобы именно было вам первая позиция вторая я надеюсь вам карты не будут отсвечивать то что они очень хорошо ламинированы очень хорошего качества я извиняюсь из-за дела так выбирать первое вторая третья либо по тайм-коду который есть в описании к данному видео несколько секунд и мы криво да криво я же еще и перфекционист не знаю что все было красиво ниже выше выше а это вот так да наверное приблизительно хорошо приступаем первая вторая третья эти две откладываем в стороночку видно да видно прекрасно вот туда их отправим и позиция номер один вытащил дополнительно карты новый дом старый дом то есть в котором вы уже живете да новый дом старый дом и здесь две карты новый дом и старый дом положу чтобы не путались так и приступаем если вы планируете переехать то что принесет вашу жизнь и ваше развитие новое место жительства это вот да давайте посмотрим что привнесет видно наверное может быть сюда что привнесет ваше место жительства знаете у вас будет вам будет очень некомфортно с одной стороны почему потому что вы привлекли к некой такой стабильности да когда все понятно когда все известно однозначно новое место оно будет некомфортно и вам будет желаться не то чтобы вернуться на старый дом а вот привнести ту старую ту старую образ жизни те привычки которые у вас были в старом доме перенести это на новое ваше место жительства на самом деле это не совсем правильный подход почему потому что если вы принимаете решение что вы хотите жить в новом значит нужно дать себе шанс попробовать и новые привычки и новые какие-то возможности и перспективы что же даст все таки ну во первых даст передвижение возможно на новом месте жительства вам нужно будет либо приобрести какой-то транспорт довольно таки скоростной либо вы будете очень много передвигаться движения у меня здесь такое ощущение что ваше новое место жительства оно будет находиться в каком-то так довольно таки людном месте не хочу сказать шумном но там где есть дороги возможно там где есть метро либо кольцевая какая-то да в общем будет очень шумно в плане того что вы будете находиться близко к какому-то транспорту да к каким-то транспортным средствам это а что же в развитии то вам даст в развитии ваше развитие там будет медленное поступательное да не всегда вам будет легко не всегда будет на новом месте комфортно и совсем удобно да будет вы знаете ощущается какая-то тяжесть но при этом вы не будете сдаваться да то есть вы себе как будто бы наметите план куда вы должны будете пойти куда должны будете чего хотите достичь и будете двигаться именно в этом направлении это будет не быстрый путь и я не могу сказать что он будет легким хотя средства для достижения вашей цели в развитии ту цель которую вы себе ставите они у вас есть вам нужно будет просто набраться терпения для того чтобы идти в новое ну да ну да будете чувствовать себя будете чувствовать себя как-то знаете разбитым убитым как-то вам будет нелегко даваться вот это вот ваше развитие на новом месте почему вот хочется спросить но почему потому что знаете не будет какой-то то ли дом он будет находиться знаете вот жилье как бы вам так сказать оно как будто бы это не ваше место силы в нем не будет энергии такое ощущение что вот как будто бы этот дом он у вас высасывает энергетику то есть вам даже не хочется убираться в этом доме не хочется что-то приводить в порядок вот такое вот некое уныние да как будто бы все надоело я вообще уже не понимаю зачем мне развиваться а нужно ли мне какое-то такое вот подавленное знаете состояние какой-то некой такой приглушенный боли тупой мне кажется что ваш переезд он не связан с тем что вы хотите развиваться здесь кажется это связано с тем что вы хотите уйти от какой-то проблемы от какого-то от какой-то боли от какой-то ситуации в которой с вами обошлись не совсем хорошо и здесь такое ощущение что вы на самом деле как будто бы убегаете вы как будто бы убегаете не не к тому чтобы прийти в развитие а вот именно вы как будто убегаете от себя но при этом вы не понимаете что даже поменяв место жительства вы себя тащите собой то есть внутри вы не поменялись и вот на это вам нужно обратить внимание да вы должны увидеть некий такой шанс возможность то есть если вам дается такая возможность переехать на новое место то зацепитесь за этот шанс и посмотрите а что вы можете сделать новое абсолютно новое не тащите туда старое то есть если идете и начинайте с чистого листа смотрите не продавайте себя смотрите какие красивые говорящие карты не придавайте себя не придавайте не будьте одержимыми да какими-то своими желаниями я хочу это любой ценой я хочу получить то что я хочу получить прям знаете где то вот эта вот карта она мне очень напоминает предательство по отношению к самому себе то есть кажется что вот проскальзывается здесь вот по первой позиции не знаю почему есть такое ощущение что здесь было некое такое расставание и вы приняли как будто бы решение что я ухожу от данного человека и вот как-то как будто доказать этому человеку что я смогу самостоятельно добиться каких-то успехов да как финансовых удачу какую-то возможно да смогу ухватить за хвост но на самом деле вы как будто бы делаете себе еще больнее не другому человеку а вы себе вы себе создаете сложности на самом деле хорошо еще раз спрошу что же вам принесет переезд ваше развитие что он даст вам ну после какого-то периода если вы осознаете вот то о чем я озвучила только что то вы да вы станете победителем вы будете на коне вы будете признаны возможно вы добьетесь успехов небольших успехов да это еще не вершина но первые победы вы сможете одержать на чем вы сможете одержать вот над вашим прошлым на том от чего вы убегаете то от чего вы уходите от каких-то ностальгий от каких-то эмоций знаете когда нахлынивает вот здесь вот прям на четверке посмотрите на эту карту вот здесь как будто бы вас нахлынула волна какая-то захлестнула эмоции прошлого да и вы ничего не хотите сделать руки опустились все как-то скучно все приело нету никаких интересов не видите никакой удачи ничего и вот эти вот воспоминания вы сможете одержать над ними победу вы сможете одержать над ними вверх хорошо чтобы еще посмотреть а вот мне хочется посмотреть все таки узнать а почему вы решили переехать в чем вот вашим ну вот ссора видите очень говорящие карты очень яркие красивые не было целостности в тех отношениях в которых вы находились я имею ввиду в общем да с человеком независимо того это любовные отношения дружеские да может быть где-то на работе как-то повздорили с хозяином либо с родителем не было целостности не могли договориться с человеком произошла очень сильная ссора разрыв вы закрылись вам стало больно вы приняли решение что теперь я все взвешу и я пойду в новое я готова к переменам я легко на подъем я смогу всего добиться у меня все получится это было ваше решение вы закрылись от эмоций вы закрылись от всех переживаний и шагнули в новое да долго топтались на одном месте на самом деле прежде чем приняли решение потому что все таки прошлый опыт здесь знаете он вас как-то подгонял с одной стороны с другой стороны и страшно боязно было идти вперед да боязно снова было ошибиться боязно снова было споткнуться но вы все таки приняли это решение и вот как следствие вы переезжаете вот такой был момент здесь касательно нового дома а теперь давайте мы рассмотрим наверное я оставлю здесь вот эту карту с этой карты я положу вот а теперь если вы останетесь поменяем теперь местами что будет в вашем развитии если вы останетесь на старом местом жительства ну вот прекрасная восьмерка да вы на вы станете зарабатывать вы опять таки после ссоры да вы полностью сфокусируетесь на том чтобы получать удовольствие знаете вот прям с головой погрузитесь в работу в заработок денег вам это будет приносить удовольствие да через какой-то период времени вам это будет приносить и денежные какие-то доходы ну вот вы полностью будете сфокусированы на своей работе на создании себя знаете такое ощущение что вы как будто бы замещаете решение задачи решения проблемы вот уходите именно для восстановления уходите в работу да ну вот здесь вот вы тоже будете победителем здесь тоже у вас все будет получаться у вас будет некое такое признание да от людей возможно и вас признает тот человек я могу предположить что это здесь была пара да здесь не профессиональная все-таки сфера все-таки больше пара была потому что уходила королева мечей здесь король мечей здесь человек возможно признает да не то что вы были правы а он признает то что вы были победителем пусть открыто он вам про это и не скажет но здесь человек да здесь чисто семейная пара была здесь было как-то семья проигрывалась но человек вот если вы останетесь и будете зарабатывать он будет он будет помнить да он как-то вот ваш партнер будет задумываться о семье почему-то мне хочется сказать здесь и про возврат да возможно вы как-то сможете договориться здесь и о взаимовыручке взаимопомощи да как-то вот все-таки может хочется верить в то что ситуация-то разорвается хорошо если все-таки не было этой ситуации что даст вам развитие да какое развитие у вас будет если вы останетесь на прежнем месте жительства знаете у вас будут какие-то новые идеи новые мысли вы вы захотите здесь знаете здесь такое ощущение какой-то карусели да что вот вы будете в какой-то суете постоянно находиться будете прокручивать как будто бы какой-то свой сценарий есть такое ощущение что вы как-то не можете вырваться из этого да вы закрываетесь вы закрываетесь обороняетесь от чего ну вот опять видите разбитое сердце вы как будто бы даже и не идете на перемирие хотя есть такое желание но вот как-то все равно обороняетесь здесь о развитии как такового я сказать не могу почему потому что независимо того переезжаете вы либо остаетесь да на прежнем месте здесь в принципе все будет направлено на то чтобы зарабатывать деньги как-то проявлять себя в социуме и развитие пока я не вижу но видите здесь вам будет дан шанс тот же шанс что и если вы переедете что за шанс сейчас я уточню императора здесь будет шанс да договориться все таки мне кажется с этим человеком либо стать человеком который берет всю ситуацию под собственной контроль возможно как вариант я предполагаю что здесь может произойти и встреча с новым человеком будет шанс дан шанс на новые отношения на новые отношения с человеком более зрело я имею ввиду внутри себя внутреннее состояние ощущения не по возрасту человеком который уже прошел какой-то опыт человек довольно таки здравомыслящий умеющий контролировать свои эмоции умеющий контролировать свои чувства человек который готов нести ответственность здесь мне кажется вам просто будет дан шанс на то чтобы выстроить новые отношения да вам удастся стать самодостаточной такой красивой яркой женщиной да если вы мужчина то здесь будет дан шанс и мужчине на то чтобы встретить в своей жизни вот такую прекрасную даму да которая умная мудрая яркая понимающая принимающая знающая прекрасная 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 леди вот такой вот у нас была первая позиция не знаю насколько ответы были достаточно так скажем на бытовом уровне а не духовным как привыкла я делать с раскладом но вот такова колода она больше описывает какой-то житейский такой уровень в принципе пока по этой колоде я не смогла посчитывать что-то такое очень глубокое философское да в том формате в котором я привыкла работать но видимо вот такой формат тоже нужен напоминаю что это экспериментальный расклад да где меня не видно ваша задача написать в комментариях насколько вам нравится такой формат когда видно карты виден мой голос слышен мой голос но при этом не присутствую я хорошо позиция номер два что принесет мне жизнь и мое развитие новое место жительства ого дьявол что может принести вы знаете с одной стороны это может быть какой-то яркий очень значимый такой переезд вашей жизни а с другой стороны может принести кучу-кучу-кучу проблем давайте уточним и посмотрим с чем связано жить я ну здесь будет опять-таки привязки какому-то прошлому воспоминания прошлому когда ничего не развивается здесь о развитии речи не может быть здесь человек полностью погружен какое-то свое прошлое что-то ждет что-то вспоминает вспоминает ностальгирует каких-то сорок конфликтах о принятом решении что сегодня у нас я не знаю собрались люди какие-то у которых куча проблем на самом деле было принято решение о том чтобы выстраивать заново какие-то стабильные отношения либо уйти непосредственно зарабатывание денег и выстраивание некого такого фундамента почему у нас здесь дьявол почему дьявол в развитии что он даст сейчас здесь выпадает зависимость от знаете каких-то прошлых отношений зависимости от какой-то любви когда человек не может двинуться дальше по жизни когда человек остановился и закрылся как-то и не хочет дальше двигаться нету сил как-то знаете вот постоянно вот эти вот воспоминания здесь человек очень много-много-много находится в прошлом знаете я могу предположить что здесь вот прям просто такая информация что если вы перейти на новое место вас не будет а пока на первом этапе друзей и вот у вас будет очень много свободного времени вот это свободное время вы будете как раз таки заполнять некими такими воспоминаниями да и вот вас будет тянуть вас в любом случае будет тянуть обратно не так легко разорвать связь по дьяволу вы может быть территориально находиться вдалеке друг от друга но связь она все время будет присутствовать до тех пор пока узел не развяжется хорошо в развитии какое развитие вы получите ну вот смотрите прям выпадает луна выпадает какие-то иллюзии какие-то знаете как будто бы вот такое очарование чем-то что-то вы будете знаете как в каком-то тумане вам не совсем будет понятно что происходит какая-то пелена на ваших глазах как будто бы присутствует вы не видите куда вам идти что вам делать да здесь вам нужно будет проходить однозначно великие арканы нужно будет это будет значимый переезд это не случайно переезд будет вашей жизни когда вам нужно будет пройти трансформацию перемены вам нужно будет вот именно в мест в новом месте жительства если мы говорим о развитии развитие ваше будет связано с тем чтобы оставить ваше прошлое оставить прошлое позади посмотрите какие говорящие красивые карты вот что вы оставляете позади да выбор который был сделан возможно не в вашу сторону от партнера независимо от того кто смотрит мужчина или женщина хорошо удастся ли вам разорвать развязать эти узлы прошлого да да удастся удастся возможно вам кто-то будет помогать в этом но по крайней мере вы полностью будете погружены выстраивание чего-то нового вы будете какое-то время уединяться вам не захочется иметь человека рядом с собой вы будете полностью погружены в новое да какое новое вы хотите будете очень много думать об этом но будет присутствовать вот это вот состояние уединения одиночества некой такой холодности эмоциональной закрытости для того чтобы все взвесить для того чтобы все продумать решите полностью сфокусироваться на на чем посмотрите какая прекрасная карта десятка чаш на том чтобы создать такую прекрасную семью для того чтобы получить новые чувства где вас будут понимать где вас будут любить где вас будет чувствовать взаимная любовь взаимная гармония да по крайней мере вы проработаете если мы говорим о развитии здесь по второй позиции на новом месте жительства вам удастся возможно из того что будет присутствовать расстояние как-то проработать свою зависимость и по крайней мере попробовать двинуться в боль в будущее для построения чего-то нового так хорошо давайте теперь посмотрим что будет в вашем развитии если вы сейчас я эту карту положу так если вы останетесь на старом месте жительства что же будет ну прекрасно смотрите императрица это всегда про развитие оп двигай стулом прошу прощения императрица это всегда про развитие это всегда про рост это всегда про достаток про изобилие про эмоции про очень сексуальную такую страстную энергию императрица это персонаж архетип который наполнен чувствами который сначала действует а потом думает человек который действует интуитивно будет какое-то развитие возможно даже и финансовые блага давайте посмотрим сначала здесь будет присутствовать какая-то борьба которая связана как раз таки с тем чтобы стать самодостаточной то есть независимо от того надо вам будет переезжать или нет то есть если вы переедете там будет просто сложнее уроки проходить да более такие кармические а если вы останетесь на старом своем месте жительства то здесь уроки они будут более гармоничные они будут более плодородные потому что и девятка пентакль императрица это финансовый день независимо от того что семерка жезлов это знаете карта здесь говорящая о какой-то внешней борьбе что-то вы здесь отстаиваете что вы будете отстаивать вот спинтакли вы будете отстаивать свой шанс на то чтобы стать самодостаточным на то чтобы стать реализованным человеком то есть вы полностью вам будет дан шанс для этого хорошо в каком направлении вы будете развиваться ну вот ваше развитие оно скорее всего будет в профессиональной сфере да потому что жезлы говорят у нас всегда о профессиональной сфере она будет очень скоростной посмотрите на карте присутствует сокол да человек который ясно видит четко намечен намечена цель и он целеустремленно движется в направлении своего желаемого здесь желаемое может быть что угодно как и построение новых отношений так и становление себя именно императором человеком хозяином своей душе посмотрите здесь пара императрица и император да то есть здесь человек если вас интересует все таки личная жизнь как мы смотрели то вы будете нацелены на то чтобы найти привлечь свою жизнь именно императором если вас не интересует личная жизнь а профессиональная то здесь вы будете нацелены на то чтобы достичь каких-то высот более конкретно таких знаете более эффективных да продуктивных то есть здесь император это статусное лицо это не случайный человек то есть здесь если мы говорим о карьере здесь можно сказать и о финансовом доставке да это человеку у которого достаточно связи который умеет убеждать да причем вы здесь будете настроены на некую такую долгосрочность это будет не не какая-то цель такая знаете вот короткосрочное что-то я хочу получить я не знаю пойти например на какие-то курсы и все нет здесь это будет иметь какую-то долгосрочность это довольно таки долгий период на которые вы будете нацелены что получится все-таки по итогу ну вот по итогу у вас будет башни какая-то неожиданная ситуация да разрушение когда будет принято решение опять-таки неожиданно здесь видите из как это ракушка да и как она называется не знаю тронзается мечом что-то будет неожиданно вашей жизни да когда будет разрушена вот вам будет дан шанс когда вы знаете сможете разрушить вот эти вот свои старые прошлые воспоминания как были на новой квартире точно на новом месте так и в старом вам будет дан шанс после того когда вы уже чего-то достигнете такое ощущение что вы здесь сможете исцелиться да сказала про исцеление и появилась луна когда вы сможете исцелить свою бессознательность что-то здесь произойдет а что же произойдет хочется спросить возможно у вас появятся какие-то дополнительные знания какая-то дополнительная информация касательно того как зарабатывать деньги здесь такое ощущение что вы знаете достигнете какого-то очень значимого весового результата в своей жизни и как-то вот это принесет вам внутреннюю некую такую уверенность да вы почувствуете внутри себя какую-то опору некий стержень и он именно принесет вам вот это вот удовлетворение что да я у меня все получилось да все так как я и хочу уточнила все таки башню что же здесь будет какое-то разрушение то есть возможно будет возвращаться человек из вашего прошлого периодически для того чтобы помириться вот эти вот разрушения они эти возвращения вы их прекратите ну то есть если были здесь качели по луне да когда человек приходил уходил то вы будете их разрушать вы уже четко примите решение что нет я не хочу я иду в новое я хочу хороший фундамент для своего будущего да я буду прикладывать все умения все знания которые у меня есть для того чтобы стать независимым человеком и вот ваша победа и вам это удастся вот такая у нас была и вторая позиция и сейчас я поменьшаю хорошо колоду чтобы карты не повторялись и мы перейдем к позиции номер 3 что будет что принесет вам жизнь и ваше развитие новое место жительства позиция номер 3 а здесь будет по справедливости ваше новое место жительства принесет вам все то что вы заказывали то что чего вы достойны а здесь все будет по справедливости по части а что именно ну вот по справедливости были какие-то чувства здесь всплывают и очень сильное разочарование да переживания по поводу каких-то потерь и вот в этот момент вы как будто бы взвешивали какие-то решения да и вот прислушивались именно к своей интуиции как-то закрылись а чего вы закрылись я хочу спросить от семьи что-то сегодня у меня расклад как-то получается про отношения да видимо для кого-то это очень-очень значимо да были здесь были здесь чувства и какая-то утрата утрата очень сильная когда вы как-то закрылись для того чтобы принять решение что же вам дальше делать как вам дальше двигаться и вот новое ваше место жительства она как раз таки знаете такое ощущение что вот будет вам воздаваться по заслугам то есть если вы были правы значит придет какое-то правосудие да все произойдет по справедливости будет уравновешивание данной ситуации если вы были не правы значит будут у вас и потери хорошо что еще принесет новое место жительства ну во первых она может принести некое такое обучение вы захотите чему-то научиться во что-то углубиться возможно у вас поменяется окружение будут люди достаточно значимые важные вашего уровня здесь такое ощущение что ваше окружение оно то вы будете выбирать уже людей по интересам по духу во имя какой-то общей идеи у вас будут единомышленники то есть ваше окружение повысится в плане изменится ваш статус и вы найдете себе ровню то есть людей таких же как вы возможно вы пойдете куда-то обучаться и также здесь может быть еще и что-то официальное да здесь будет принято какое-то решение с чем оно будет связано с какими-то переменами бумагу знаете ваших желаниях вот что-то вы очень-очень-очень давно хотели и здесь будет у вас какой-то знаете поворот выпадает великие арканы на самом деле здесь будет очень такой знаете значимый переезд из которого вы во-первых сможете реализовать какие-то свои давние желания да я уже говорила про это и у вас будет какое-то событие произойдет которое поможет вам дать этот переворот а вот события вот смотрите видите влюбленные влюбленные одни великие арканы здесь выпадает очень значимая ситуация какая-то развилка развилка здесь будете находиться в каком-то выборе 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 но выбором будет дан вам не быстро вы долго будете исцеляться смотрите очень очень исцеление здесь в конечном итоге вы станете вот именно королева жезла человеком позитивным человеком огненным страстным которые любят движения которые любят принимать решения довольно таки инициативный человек здесь что-то такое произойдет в вашем новом месте жительства когда вы сможете стать именно человеком знаете таким вот с достоинством вам хочется сказать что вот из этой всей ситуации вы выйдете знаете какой-то гордостью с каким-то достоинством вот по крайней мере ваше развитие оно будет двигаться вот в этом направлении вы захотите стать вот таким вот самодостаточным человеком хорошо давайте теперь посмотрим что будет если вы останетесь на старом своем месте жительства ну здесь вот вы как будто бы сами себя видите за заточение да сами завели себя в какое-то заточение не можете выйти из этой ситуации сами себя связали в каком-то тупике вы находитесь здесь в каком-то тупике почему хочется спросить почему здесь знаете здесь какие-то страхи у вас присутствуют какие ну вот как раз и в этом и заключается страх что ничего не развивается нет никакого развития некий тупик остановка ничего не происходит и вам становится страшно становится страшно ну почему почему потому что очень долго развивается какая-то ситуация связанная с семьей что это за ситуация здесь возможно и заработок детей детей заработок денег возможно и рождении детей что-то вы здесь не знаю почему он себе я вспомнила но какая-то ситуация здесь развивается очень медленно здесь знаете здесь по тройке чаш может быть не только что есть треугольник а здесь может быть еще какие-то третьи факторы которые не дают вам развиваться что это за факторы могут быть которая мешает вам пока есть какая-то тайная некая которая не показывает нам как же все-таки пойти в это новое как же нам пойти в это новое и что же это за то есть вы понимаете вы не здесь карты показывают о том что поскольку есть остановка в вашем развитии да ничего не происходит вы хотите а готова вот я хочу посмотреть готовы ли вы к дальнейшему развитию борьба присутствует борьба что за борьба умеренности ну как-то все медленно 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 вы боретесь постоянно с тем что все медленно происходит хочется чтобы было быстрее а почему вы так торопитесь ну страшно вам что же вы здесь такое в beepyle чего боитесь что вы не сможете проявить себя что вы не сможете показать себя здесь как то знаете что какой-то здесь период я хочу просто понять что за период на чтобы вы не сможете выстроить то что вы хотите вы находите сейчас какой-то статогнация в каком-то тупике потому что есть какие-то внешние силы которые третий фактор который влияет на ваше развитие его сейчас происходит некая такая остановка вы не понимаете в чем причина и начинаете влиять но на эту ситуацию повлиять невозможно нужно просто что же нужно сделать вам не хватает каких-то знаний он не хватает какой-то возможности знаете какого-то шанса вот вы ждете какого-то шанса что за шанса вы ждете вам не хватает какой-то информации я не знаю с чем это связано что-то вы пытаетесь увидеть что-то вы пытаетесь узнать выследить понять и вот как то вот вы не можете почему вы не можете получить эту информацию в принципе ну вы не можете получить информацию как как произвести перемены с чего начать с чего начать то есть вы в принципе это готовы я вижу но не знаете еще совет вам что же вам сделать вам нужно уже в памяти здесь и сейчас начать получать удовольствие от ваших почему я здесь момент в том что вы не видите возможности потому что вот смотрите в каком состоянии находитесь вот вот в таком в таком состоянии видите вы даже как вы не можете подойти чтобы увидеть какие там есть возможности за дверь не можете заглянуть поэтому первое что вам нужно вам нужно наполниться любовью вам нужно наполниться чувствами вам нужно новых впечатлений для того чтобы вам хватило силы хотя бы встать на ноги чтобы заглянуть в окно и увидеть новые возможности то которых вы ждете вроде бы вы готовы вот смотрите вы вылазите на из некой такой пропасти да скорее всего залазьте на горы вы хотите да вы готовы к чему-то новому хотите посмотреть вам интересно вам любопытно вы собираете информацию как что шпионить на собирается информацию но шанс шанс вы не видите почему причина заключается вот в этом измените свое состояние внутреннее ощущение да станьте позитивным человеком тогда вы сможете заметить те шансы которые вам будут даны каким человеком вы должны стать должны стать очень коммуникабельным общительным человеком потому что через связи через приобретение новых связей через приобретение нового знаете какой-то новой информации да вы сможете увидеть а когда вы вот в таком состоянии здесь речь о какой-то коммуникации да а каких-то разговорах беседах и не может быть то есть вы не готовы вы не готовы общаться вы не готовы встречаться с новыми людьми поэтому это является вашей причиной того что пока вы не замечаете шанс нашел совет вам еще один по моему я уже вытаскивала мы все равно здесь нет вам нужно пройти трансформацию понимаете вам нужно принести перемены в свою жизнь какие перемены помогу помогу вам нужно стать хозяином вам нужно стать человеком который управляет человек который понимает свои желания и умеет их реализовывать человек который знает что он хочет а у вас выпадает прошлое сегодня по всем позициям упадала это прошлое что же она так влияет то ваше прошлое на ваше желание потому что вот десятки мечей были убиты такое состояние видите когда на каких силах как о каком развитии вот это вот все должно умереть вы должны измениться вы должны стать королем жезлов вы должны стать человеком который активничать человек который действует человек который позитивный понимая что он хочет умеет добиваться своей цели человек верный человек преданный своим идеям понимающем каком направлении выйти고 число которую умеет договариваться это очень важно человека умеет коммуницировать с людьми и инициативные этот человек-лидер, вот вы должны стать таким человеком и тогда вы сможете выйти из этого состояния и начать замечать свои шансы, о которых вы просите которые вам нужны в вашей жизни вот такой вот у нас был сегодня расклад не знаю, насколько он вам понравился я уже предвкушаю тот момент, когда вы будете писать о том что какая красивая колода, колода действительно прекрасная хоть это и реплика не оригинал, но в очень-очень хорошем соком качестве я хочу поблагодарить вас за сегодняшний расклад пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат либо вы хотите в прошлое вернуть, либо как-то, я не знаю, ракурс поменять что вы хотите в конечном итоге вот, и насколько он был полезен почему? потому что колода новая и она показывает больше такой, знаете, наш жизненный аспект такой бытовой, нежели какие-то духовные, да, аспекты в плане вот развития возможно, если для вас это было актуально а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока-пока 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 пока-пока